Произошло сразу несколько событий, которые наводят на мысли о том, что население республики наконец-то начинает осознавать деструктивность руководства регионом. Ну, как обычно бывает с глубинным народом, эти события произошли только тогда, когда опасности, проблемы и конфликты приблизились, как говорится, на толщину трусов. Но хотя бы так. В селе Ишмурзино Баймакского района прошел сход граждан. К слову сказать, этот сход граждан был неохотно санкционирован местными властями. Ну, видимо, исходя из страха, если не разрешат, то все равно он пройдет, но уже с виллами в руках. И местные власти даже присутствовали на этом сходе граждан. Люди собрались, причем собрались в очень большом, на мой взгляд, количестве, разные назывались цифры, кто говорил тысячи человек, кто говорил несколько сотен человек, но для сельской местности это было действительно очень много. И, собственно, начался разговор, разговор на повышенных тонах о том, что жители села Ишмурзино категорически протестуют против варварских способов добычи золота, которое, в общем-то, разрешено республиканскими властями в непосредственной близости от населенного пункта. Собравшаяся толпа констатировала, что рядом протекающая речка уже обмелела из-за того, что беспорядочно вокруг все копается, бурится и нарушаются все пласты и геологические залегания. Местные жители очень беспокоятся за то, что у них исчезнет вода в колодцах, и, соответственно, тут уже будет вопрос, чем поить скоти. Реально много очень народа собралось, страсти накалились, вскипели и в порыве праведного гнева, собравшиеся прямо на месте, отправили в отставку главу сельсовета этого Ишмурзина. Не остановившись на этом и пользуясь растерянностью ошизевших представителей районной администрации, народ избрал тут же на месте нового главу сельсовета. Но тут власти немножко опомнились и стали жалобно заявлять о том, что так не делается, и выборы у нас только в сентябре, и все это не по закону. Мне вот интересно, в связи с чем у меня вопрос, а если события будут развиваться по восходящей, следующее такое собрание произойдет уже с шансовым инструментом в руках, власти также будут попискивать про законности, про выборы в сентябре. В итоге сход граждан принял обращение и записал это видеообращение к Владимиру Владимировичу Путину, как положено, с просьбой вмешаться. Странно, что обращение это было записано стоя на ногах, а не стоя на коленях, но, впрочем, как есть, так есть. Продолжение следует...